«Оставьте мёртвых мёртвым», — так сказал один человек давным-давно. Бывают случаи, когда кто-то умирает, а его вещи просто перемещаются туда-сюда сами по себе, в ближайшие несколько дней после его смерти. Если вы не достигли необходимой стабильности и определённого уровня возможностей, не стоит даже и думать об этом. После того, как умерла моя бабушка, был случай, когда она предстала передо мной. Позже стала носить её одежду. Хотя я вообще не курю. Всё, чего я тогда хотел, — это закурить. Что бы это могло значить? Вам нужно прекратить отношения с умершими. Вам необходимо понять одну вещь. Кто бы это ни был, ваша бабушка, мать, отец, другой близкий человек. Что бы они для вас ни значили, как бы дороги они для вас ни были, насколько бы близкие и глубокие отношения вас не связывали, в тот момент, когда они оставили своё тело, свой ум, интеллект и эмоции, ваши дела с ними закончились. Всё это они оставили здесь, верно? Да? Они оставили их здесь. Всё то, что вы о них знали, закончилось. Какая-то жизненная энергия ещё присутствует, но ваши отношения были построены не на ней. Ваши отношения складывались в других аспектах. В момент смерти человек оставляет все эти аспекты. Поэтому единственное, что вам остаётся, дорожить прекрасными мгновениями, проведёнными вместе. Вот и всё. Не пытайтесь проработать своё чувство вины и решить другие проблемы через умерших. Это только всё усложнит. Это может всё очень сильно усложнить. Оставьте мёртвых мёртвым. Так сказал один человек давным-давно. Вы должны оставить мёртвых мёртвым. У вас с ними нет больше общих дел. Не нужно даже задумываться об этом, потому что, пытаясь сделать какую-нибудь глупость, вы можете только полностью запутаться в своей жизни. Могут быть тенденции, которые заставляют людей совершать определённые поступки, но они не имеют никакого значения. Они просто ничего не значат. Тот, у кого больше нет тела, не нуждается в еде или одежде, или в чём-то ещё, не так ли? Да? Вам нужно задумываться о еде и одежде, только если у вас есть тело. Если вы оставили тело, какое вам дело до одежды и еды? Когда перемешано так много эмоций, столько разных событий будут происходить внутри и вокруг вас. Не нужно в это погружаться. Если есть какая-то работа, делайте её. Выполняйте свою садхану. Будьте с теми, кто ещё жив. Не пытайтесь быть с мёртвыми. Просто будьте рядом со своим дедушкой, пока он жив. Делайте для него всё возможное. Ведь он тоже когда-то умрёт. Я не желаю ему смерти, но он тоже умрёт, не так ли? Поэтому, пока вы ещё с ним, делайте всё возможное. Ищите способ обогатить его и вашу жизнь в те моменты, когда вы вместе. Оставьте вашу бабушку в покое. Её дела здесь закончились. Ей уже незачем возвращаться и заглядывать в свой шкаф. Просто на одежде, которая принадлежала людям, сохраняется определённый отпечаток. В Индии традиционно заботились о всех этих аспектах. Непросветлённые. Обычные люди воспринимали это как что-то естественное. Так много всего встроено в эту культуру. Когда человек умирает, всю одежду, которая касалась его тела, особенно которую он носил часто, сжигают. Её никогда не хранят. Могут отдать только одежду, которую человек носил редко, но только кровным родственникам. Дочери, внучке, сыну или кому-то из родных. Больше никому. И более того, в первый год эти вещи носить нельзя. До первой годовщины смерти эту одежду носить нельзя. Причина в том, что на вещах, к которым мы прикасаемся, остаётся некоторое количество нашей энергии. Если вы создадите определённые условия, эта одежда начнёт вести себя странно. Вашей бабушке не нужно возвращаться. Её одежда сама начнёт вести себя необычно, потому что... Видите ли, есть нечто, называемое статическим электричеством. Бывает так, что вы дотрагиваетесь до двери автомобиля, а она бьёт востоком. Почему? Автомобиль не вырабатывает электричество. Не так ли? Тогда почему это происходит? Кузов машины незначительно электризуется от трения. Подобным образом, всё, что соприкасается с вашим телом, получает определённую часть его качества. Аккульдизм Знаете, как работает оккульдизм? Что люди сделают, если захотят причинить вам вред? Первое, что они сделают, возьмут ваше нижнее бельё или волосы. Лучше всего, если удастся получить частицу вашего тела, скажем, волосы или ногти. Если это невозможно, то прежде всего возьмут ту одежду, которая была в контакте с телом. В первую очередь у вас пропадёт нижнее бельё. Правда? В Индии люди очень заботятся об этом и никогда не вывешивают нижнее бельё на улице. Если же что-то пропадёт, то они будут тщательно разбираться, поскольку они хотят, чтобы оно досталось недоброжелателям, особенно если бельё ещё не стирали. В индийских домах за этим тщательно следят. Сейчас всё это уходит, потому что мы просто даём вещи для стирки доби, работнику прачечной, которая забирает одежду, и всё. Но традиционно в наших домах за этим очень внимательно следят. Всё бельё складывают в закрытую корзину, чтобы потом постирать, не вынося из дома. Потому что если кому-то удастся заполучить какую-нибудь частицу тела, скажем, волос или что-то ещё, тогда другое дело. Но на вас можно воздействовать и через одежду, потому что она несёт на себе некоторую часть вас. Поэтому даже когда человек умирает, подобное может происходить. Если присутствует определённая энергия, то одежда может немного потряскивать. были случаи, не знаю, следует ли мне говорить об этом. Вас интересуют страшилки? Бывают случаи, когда человек умирает, и, как она сейчас рассказывала, вещи действительно перемещаются, в особенности те, которыми умершие часто пользовались. Они передвигаются туда-сюда сами по себе. в ближайшие несколько дней после смерти человека он не приходит и ничего не двигает. Просто энергия, связанная с этим, какой бы она ни была, эта энергия начинает гаснуть. Процесс выхода энергии будет сопровождаться небольшим движением. Предположим, что двигатель вашего автомобиля включён и работает ровно. Когда вы его глушите, двигатель немного дёргается перед тем, как полностью заглохнет. Замечали это? У современных машин это почти незаметно, но более старые модели делали такой звук. Когда двигатель выключается, он должен сразу затихать, но этого не происходит. При переключении режимов вибрации усиливаются. Точно так же, когда двигатель человека выключается, вибрации повсюду возрастают. Такую остаточную вибрацию ошибочно принимают за призраков, которые разгуливают по дому. Нет. Это не гуляющие призраки, а своего рода выход энергии. Это не обязательно происходит каждый раз, но такое возможно, хотя много людей и додумывают. Такое бывает. Такое происходит. Поэтому, чтобы убедиться, что личные вещи очищены, мы проводим один ритуал через три дня после смерти, другой на 11 день, еще один на 13 день и последний на 40 день. все это делается для того, чтобы убедиться, что никаких следов от покойного не осталось, чтобы он был подготовлен и отправлен. А живые могли продолжать свою жизнь. если живые продолжают иметь дело с мертвыми, во многих отношениях они теряют свою жизнь. Все эти жуткие истории вроде бы интригуют, но они могут просто поглотить вашу жизнь в множеством разных способов, которые вы сейчас не понимаете. Эти способы не обязательно будут очень приятными. Ваша вовлеченность в отношения с мертвыми может полностью разрушить вашу жизнь. Это не означает, что кто-то сидит и пытается высосать из вас жизнь. Нет. К этому может привести простая заинтересованность мертвыми. Пока вы не достигли достаточной стабильности и определенного уровня возможностей, вы не должны смотреть в этом направлении. В этом нет необходимости. Субтитры создавал DimaTorzok